Здравствуйте, зрители YouTube, любители музыки, рока, электронной музыки, электронных видеоразвлечений, видеоигр, компьютерной графики, а также супрематизма, абстракционизма и аналитического искусства. Сегодня настал величайший день анбоксинга. Наконец-то я получил эти посылки и посмотрим, что у них есть. Это у нас винил, конца 60-х, начала 70-х. Это у нас тоже винил, в 70-й год на сверле, угадайте кто, госху. И это немного радости для геймеров, так как тут очень редкая и интересная игра на приставку Sega Saturn. Ну, я пораспойлерил, чтобы вам было, пораспойлерил, чтобы вам было интересно. Ну, посмотрим, начнем. Выпим к кристаллу. Hardest night. Ночь тяжелого дня. Вася, привет. Узнаешь? Это я у тебя покупал. Начнем. Начнем с пластиночки. Вот, начнем даже, я бы сказал, вот. С чего бы начать, а? Пишите комментарий, с чего начать. Начну с пластинок. Начну вот с этих. Это у нас пластинка из... Америки вроде бы. Она писана... Юсей, да. Это из Америки. Посмотрим, как ее открыть. Просил я, чтобы упаковали мне очень все хорошо. Чтобы ничего с этим не случилось. Поэтому, как я вижу, упаковано все действительно очень хорошо. Если это видео наберет 50 лайков, чтобы каждый, кто посмотрит, поставил лайк, я сниму про свою коллекцию Super Nintendo. Если это видео наберет 100 лайков, я сниму про свою коллекцию видеоигр на приставку Panasonic 3DO. Это моя одна из самых любимых приставок. Любимые, чем Dendy. Любимые, может быть, даже, чем Super Nintendo. Как они это все запаковывают? Не понимаю. Это как? А, надо так, что ли? Ну, на самом деле, все равно я буду эту большую коробку выкидывать. Как он? Вот, вроде тут нигде швов нет. Поэтому я не особо понимаю, как она... То есть, как ее открыть. Как? Ну, единственное, что остается сделать, просто вот так вот разрезать и все. Как ее открыть, непонятно. Скотч по наматану. Главное, чтобы себя не поранить. Вот чего. Еще, когда иногда снимают... Ух ты! Вот это да! Смотрите, как упаковал. Продаем. Это да! Я бы сказал, что упакуйте прямо, чтобы... Паке. Если кому-то нужны эти бабл рап, пишите в комментариях. Так, тут теперь все понятнее. Тут теперь все намного понятнее. Как я уже говорил в одном из своих анбоксингов. В одном из своих анбоксингов. Я мечтаю купить себе очень хорошую аппаратуру и слушать музыку на хорошей аппаратуре. Так как действительно на хорошей аппаратуре музыка слушается совсем иначе. И любая пластинка, даже... Ну, это не мои слова. Даже Алиса, если поставить альбом Энергия, вы придете и скажете, а это кто? То есть кто это так играет, такая аранжировка. Вот так вот. То есть даже пластинки фирмы Мелодии на очень хорошей аппаратуре будут звучать потрясающе просто. Вот так вот. Поэтому я сейчас покупаю пластинки, чтобы потом уже, когда пластинки будут покупать труднее, начать себе покупать музыкальный центр. Но музыкальный центр, на самом деле, тоже не так уж это легко. Это тоже нужно искать коррекционеров. Узнавать, где есть эти проигрыватели. Лучше всего проигрыватели или начало восьмидесятых, или хотя бы середины девяностых. Вот так вот. Или хотя бы конца девяностых. О-о-о-о! Классно! Здесь у нас очень хорошая группа. Вот это да! Mandrake Memories. Это у нас шестьдесят девятый год. Иногда пишут шестьдесят девятый, иногда пишут семидесятый. На этом все-таки это конец шестьдесят девятого стало быть записано. И как частенько бывает мультизм семидесятого, но записано в шестьдесят девятом. На лейбле Poppy. Вот лейбл Poppy. Это у нас такой психотерический рок. Здесь впервые я услышал миксы хоралов, хоровой музыки по музыкальному жанру. Тут смесь Pink Floyd. Pink Floyd также с хоралами. И даже одна композиция очень похожа, синтезаторное звучание, на автобан группы Kraftwerk. Вот. То есть Kraftwerk это у нас автобан 1974 год. А это Madrake Memories. Это у нас шестьдесят девятый, тире семидесятый год. Вот. Такая вот потрясающая пластинка. Не написано почему-то. Poppy Family. Poppy Family была такая группа, которая тоже Poppy Family издавалась на лейбле Poppy. Мак. То есть маковая семья. Очень крутая группа, тоже хочу сидеть в коллекцию. Ну не то, что в коллекцию, а именно слушать. Потому что там, по-моему, шестьдесят восьмой, шестьдесят седьмой год. Девушка поет, а звучит сама музыка, особенно там одна композиция, как Cardigans. То есть точь-в-точь. По-моему, у Cardigans был такой клип, где они как будто в семидесятые годы и точь-в-точь звучит так. Так. Вот у нас. Так, там еще одна пластинка. Посмотрим. О! Ничего себе! А как тут, понимается-то? Необычно. Даже я не понимаю, как. Вот так что ли? А, вот. Песня. Эрд, Фрейн, Перелудия. Джаста Блюр. Вот, Джаста Блюр. Та же группа есть Блюр. Вот, скорее всего, вот они слушали Джаста Блюр. И вдохновились ею. И назвали свою группу Блюр. Потому что я редко встречаю мое слово. Джаста Блюр. О! Тут даже с вкладкой. Ну ладно, вкладку я потом посмотрю. Когда буду ставить эту пластинку. Так что вот, пазл. Запечатанная такая, запечатанная. Она еще была в боксе. То есть эта пластинка была еще в боксе. С кучей фотографий музыкантов. Там, по-моему, ну да. Там четыре музыканта. То есть это квартет. Он, по-моему, четыре. Ну не суть, как говорит мой брат Хром. Не суть. Суть в песок. Такой анекдот. Про Васечкина и Петю. Не люблю, на самом деле, анекдоты. Хотя писатель Борис Акунин сейчас издает книгу анекдотов интеллектуальных. Ну, если только разве интеллектуальные. Короче, эта пластинка была в боксе. Она должна быть в таком толстом боксе. С кучей фотографий. И даже с таким вот червячком, который нужно вырезать из бумаги и делать такого большого червяка. Вот такого, да. Червяк или гусеница, как кому больше. Нравится. Кто, кого больше любит, так и называйте. Понятно. Потом следующая пластинка у нас тоже. Группа Майндрейк Меморис. Вот. У-у-у, класс. А это у нас точно шестьдесят, по-моему, восьмой год. Да. У них, по-моему, первый альбом шестьдесят седьмой год, второй шестьдесят восьмой, и третий вот этот шестьдесят девятый, но частенько я видел с их восемидесятый год. Ну, не важно, так как они иногда ошибаются. И не стоит верить этому ютубу, интернету. Легче самому посмотреть. То есть, этот альбом называется «Медиум». Тоже это все. Короче, даже если это семидесятый год, то это все равно относится к шестидесятым, так как шестидесятые заканчиваются не в семидесятом, а шестидесятые заканчиваются в семьдесят первом году. Почему? Потому что идет шестьдесят девятый, тире, и вот он шестьдесят девятый идет. И шестьдесят девятый, в семидесятом он еще как бы заканчивается, и только в семьдесят первом идут уже семидесятые. Точно так же, как восьмидесятый год, это относится еще к семидесятым. Вот так вот, чтобы вы понимали. То есть, это еще восьмидесятые, это еще десятилетие тех семидесятых. А с восемьдесят первого года начинаются уже в восемидесятые. Вот это историки это все знают. Это все равно, что девятнадцатый век начинается не в 1800 году, 1-8-0-0. Это еще заканчивается в восемнадцатый век, восемнадцатое столетие. А 19-й век начинается в 1801 году. Вот так вот. Так же, как и 21-й век. Вот миллениум наступил не в 2000 году, а в 2001 пошло уже второе тысячелетие. В тысячелетие. Короче, вот делюсь с вами тем, что вы, я думаю, приятно знали. Так что вот, шестидесятые годы, психоделический рок. Я еще раз скажу, что такое психоделик. Ну, когда этот был рок психоделический, под эту... Короче, нас называли психоделическим роком все. Ну, так как тогда в 50-х изобрели LSD, и любой рок, он почему-то стал называть его психоделик. Ну, так как, например, Lucy in the sky расшифровывается как LSD, вот группа PITOS. Lucy in the sky LSD with the diamond. Lucy in the sky with diamond, это значит LSD. Так же, как группа CREAM, у них песня такая CREAM, это расшифровывается как сливки, а сливки они белые, так понимаете, что они имеют в виду. То есть тоже они имеют, наверное, в виду наркотик. Вот группа Mandrake Memory. Тоже вкладка. Вот такие вот ребята там играли. Вот. Музыка потрясающая. Ой, что это такое? Вот мы тоже видим такую лампочку электрическую. написано Medium, что потом использовали в оформлении, например, группы в Crafty. Вот я даже могу вам показать, и вы обалдеете, кстати. Видите? Раз. Главное, чтобы пока я всё не понимаю, ничего у меня не свалилось. Сейчас я сделаю тысячу раз монтаж. Так, где-то у меня Crafty. Где же эта пластинка? Короче, там исполняют песни группы Crafty, но не сами, не сами, эти группы Crafty, а, как называется Co-Co Family, а любители группы Crafty сделали ей, и там, на этой обложке, ну, потом, короче, я отыщу, когда я буду ставить, когда я буду ещё... Ах... Видишь, да? Может, тут... А вот и я. Когда я буду ставить ещё одну полостинку, у меня... Я жду. Короче, вот... Такое вот оформление. Очень... Интересное оформление. Видите? Такое вот. Forpy Records, маковая запись песни Snake Sherman, Witness the End, Свидетель комет, Celebration, Празднование, Other Side, Другая сторона, Last Number, Последний номер, After Pascal, После Паскаля, Smoke Screen, за потерь... Дымчатый экран, Bernabe Plume, Bernabe Plume, не знаю, что такое, и... Cassandra. Потрясающий просто альбом. Некоторые меломаны говорят, что больше им нравится вот альбом вот... с... с гамбургером. Его знают, хвалят, но на самом деле такой же, еще более мощный альбом, это вот... это вот... пазл. То есть еще более... если вы хотите... у меня есть такая часть... А! Я еще сниму передачу, которая будет называться прото техно... ну вообще прото, что это... TripHop, во-во... прото TripHop, музыка, от которой вы опупеете, часть 2. Вот, точно, вот я сейчас... получу еще одну посылку, и может завтра, послезавтра, у меня, конечно, тоже есть дела. Я... сниму вторую часть, музыка, от которой вы опупеете. Поставлю там вот это. так, дальше. Сейчас посмотрим, сколько у нас времени там. Так, 19 минут, хорошо. Так, время подкрепиться. Станислав Андреевич! Так... А это любимая группа Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот так вот. Залезайте в Википедию, в Гугл, и... Смотрите. Какая же любимая группа! Дмитрий Анатольевич и Анатольевича Медведева. А! Вы найдете, что это... Deep Purple? Или же, другими словами, по-английски... Deep Purple. Deep Purple. Как у нас говорили... по Deep Purple. Вот так вот. Но это, значит, его вторая группа. Википедия прочел, что это его вторая группа. Как бы Deep Purple ему нравится. и также вот это. И это первый альбом этой потрясающей группы. на сверле. то есть песня. Оп까요? Да, что тут... это смесь блюза вообще то есть не просто какая-то тупая там maxx какой-нибудь там или ну да хотя maxx тоже ну там тупой техно вот maxx вот это все вот этот president project все эти ю-96 а блюр это то есть забыл уже как они мандрэйк мемориал это чисто так как такая эффектуальная группа они сами играют сами поют то что техно я понял что бывало что они например группы техно троникс первый клип там вообще была фотомодель а тела окажется другая девушка которая была проблема с визой и только когда она не решила она стала же пить то есть вот их также не только в этой одной группе а тут ну короче это вам не техно 90-х а напишите в комментариях кто ему техно 90-х собирает там пластинка U96 тема это на самом деле не неплохая просто я это все слушал в девяностых мой папа я помню U96 кассету принес и этого maxx вот это get away get away вот этот написано many thanks and the best большое спасибо и всего наилучшего ну конечно конечно лучше просто молчать но я делюсь с вами своими мыслями по поводу техно настоящая техно группа я скажу вам это human league если бы они бы продолжали бы также играть как они играли в семидесятых в 80-м именно в 80-м потому что еще продолжали в 70-м то это была бы группа намного превосхитившая бы всей группы и фронт 242 фронт ту фор ту и ваш любимый всеми известный депеш мод вот группа human league если спросите какая электронная группа вам нравится именно электронная синтепоп синч панк я скажу human league а вот это у нас группа родоначальники ну как вот родоначальники ну прото хэви металл прото хэй рок вот этот прото глэм металл глэм не металл это у нас к примеру ганссон роузес глэм металл и песня welcome to the jungle welcome to the jungle точь-точь как особо наступление как вот первая композиция этой группы с первого альбома и специалисты уже поняли ну как бы да интересующие себе люди понимаю сейчас что это я открываю это первый пресс на сверле английский мис пресс в эксвенте мис пресс значит на обложке тут аж ошибка то есть песни поменены местами вот что я вам скажу ну если честно я сам так запаковываю так же прошу и я запаковываю все равно скотчик пронул на самом деле не люблю я все эти анбоксинги такая хорошая пластинка я бы ее открывал бы на ее целый час а из-за анбоксинга я тут должен еще париться чего-то там анбоксинга длиною пять шесть часов как стрим анбоксинга длиною 6 часов как стрим Это мне пишут иногда, что такой длинный ролик. Ну, сами купите пластинку за 15 тысяч рублей, снимайте ролик за 5 минут анбоксинг. Вот, откройте, покажите. Ладно, буду никого вспоминать. Доставь. Вот. Узнаёте, да, кто это? Это у нас группа... У-у-у! Челесненькая. Группа... Юрай Хип. Альбом Very Heavy, Very Amble. Вот. То есть, очень тяжёлый. Очень грустный. Много спасибо. И это... Ну вот. Дорогие мои друзья, вот это... Величайшая рок-группа. Юрай Хип. Пластиночник Лёша мне сказал, что... Благодаря только нашим мужчинам, таким мужичкам, фанатам, пластинки Юрай Хип после вот двух первых стали чего-то стоить. А так они на Западе не стоили, только благодаря нашим коллекционерам, что они её раздули, как бы стала вот она стоящая такая. То есть, дороже и третий, и четвёртый, и пятый, и шестой альбом, и седьмой, а почему это стоят? А тогда как ценились только первый, и второй альбом? Вот очень вот странно. Мне нравится тут... Мне нравится тут вот эта вот вкладочка. Очень хорошая сама вот эта клапанка. Ну что ж, ну... В очень хорошем виде альбом. Вы все же всё увидели, что это именно UK. Вот он, UK. Вот такой пятак. Вот. Ну-ка, видно там. Вот. Смотрим дальше. Next one. Next one. Next one, это у нас будет... Next one у нас игра. Так что так, your right hip very heavy, very easy, very humble. heavy, 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 это же heavy, тяжело, heavy. Вот. Вот о чём это. И действительно, первая композиция очень напоминает такой Дорс. Five to one, baby. А именно песня Джипси... Действует просто начало уже. Песня вот... Джи... Джипси... Лавр, по-моему, она называется. Или Джипси Мэн. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Это очень, как бы, новейная группа Дорс. Песня 5-1, baby. One and five. Там тоже... Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. А... Если вы посмотрите группу... Арос... Тфу ты... Гассенру... Аросмит я пока... Хорошая группа, но я их не... У меня их нет в пластинках в коллекции. Вот. Первый album хвалят от Аросмит. Ну вот. Первый, по-моему, второй, третий. Аросмит такие в небесах. Ну вот. А если вы прослушаете группу Гассен Розис, то она звучит вступление. Это у нас 1970-й год. А звучит она... А... Гансен Розис. Это у нас, по-моему, 1987-й год. Можно сказать, вторая половина 80-х. Печка Welcome to the Jungle. Там вступление точь-в-точь, как вот... Композиции... Джипси просто. И не Джипси Куин, и не Джипси Лаверс, а просто Джипси. Что переводится как... Цыганка. И, хорошо, в этой цыганке... Мощь. И группа Аросмит... Гансен Розис взяла с гипси... В песне Welcome to the Jungle все вступления. Ды-ды-ды-ды-ды-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот... Ага... С них. Послушайте. Кто-то так запечатал Как? Чего? Где? Как это открыть? Так, сейчас это Нет, как в том Мотике Я еще не сошла с ума Вот англичане Вот это кто отослал? Дож, пост, а это немец Иногда так А, или немцы Так иногда запакуют, что Непонятно, как это открыть Ну, всем, кто Увидел пластинки, ставьте лайки Ставьте комментарии Интересно, у валерон винил Есть пиперопресс Юрахипе в Минтье Ну все Мне рассказывали уже такие взрослые коллекционеры, что В Минтье Юрахип всегда стоил Двушку Никогда не любил этот флэг Даже, помню, такая история была Ну, когда про пластинки группы кино Буду снимать Может, я скажу То есть из-за того, что я не знал, что такое пятихатка Как-то не удалось там И купить, или я дал тысячу рублей А, или по полтинникам это пятьдесят Пятихатка пятьсот Полтинник И у них не было сдачи, по-моему С тысячей рублей Смешно А там было Американское издание Группы Клови Я отдаю им тысячу А они говорят О, у нас нет сдачи А пластинка стоила пятьдесят Рублей Понимаете, какие были мелочные Ребята Тас Могли бы просто подарить бы ее Сказать, принеси Таких Ребят Мужей Любят женщины Так вот К чему это раз расскажу Ну, к тому, что урвать пластинку Эту редкую на халяву Теперь не удастся Вот чего Что Ерофиб А второй арбом Он вообще еще, по-моему Реже встречается Обментили Еще Дороже стоят Вот Наебы Посмотрите Как ни зайдешь Все там за них Бьются 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 Это вообще уходило За шестьсот Долларов Чуть ли там Не за Короче Не за семьсот И дело, конечно, не в цене А в музыке У меня она такая была RCA Records RCA Это, по-моему, Стас Или RCA Стас Намин, по-моему У него была какая-то Звучка Записывающая студия Не RCA А SNC Стас Намин Records RCA SNR Вот SNR Стас Намин Records Я думаю Авторских прав Они никаких Не платили Вот я Слушал В торгом На Стас Намин Records SNR И У нас Звучка Нас Возьмем Смотрим Возьмем Нас Это странно Что они Вот так Упаковывают Даже я когда делал посылки, я так не делаю, чтобы все скотчно замотать. Даже всеми любимый уютный подважник, наверное, не получал таких посылок, чтобы невозможно было все открыть. Я тоже смотрю его, анбоксинги и вижу, как там он мучается, открывая все эти посылки. Ну, в этой подважнике, значит, Виктор, Витя, как он любит, чтобы его называли, Карасев. Просто тут крутая, тут вот крутая игра, кто понимает. Поэтому, ну, давайте я буду рассказать про этой игры. Это фулл-мошен видеоигра на приставку Sega Saturn. В американском регионе она называется Lunacy. Она очень дорого стоит. Ее продают buy now за 20 тысяч рублей. Buy now 20 тысяч рублей в не очень хорошем виде. А если она и в хорошем виде, то ее в Россию не хотят отправлять. В Павловском регионе эта игра называлась иначе. Это равносильная тоже игре на Сатурн, которая в Павле называлась Exhumed, что значит Эксгумация. А она в американском регионе и название вы выбрали менее такое неприятное. Назвали ее Power Slave, что переводится как энергетический раб. Также и игра Lunacy в Павле называлась совсем иначе. В Павле она называлась так же, как она называлась в Японии. А как называлась? Ну, я открою сейчас и посмотрите. Просто опасно вот так вот запаковывать, потому что можно полизануть нечаянно саму игру. Когда вот так скотчем все понавалено, и вот это что такое? Как вот это открывать? Как? Кто эти придумал? Коробочки. Ну вот, я уже ее открыл. Она сюда как-то очень твердо вставлена. Твердо вставлена. Мне это не очень уже нравится. Потому что как ее открывать? Как вот я смотрю? Непонятно, как ее открывать. Как ее открывать так, чтобы вынимая, не поломать ее всю? А сделайте ссылочку. Есть ли такие анбоксинги, где пьяный вывезли одно время, десять лет назад, когда... Ну, Ютуб появился в 2006-ом, а Вконтакте появился тоже, по-моему, в 2006-ом, когда пьяный анбоксер порезал себе палец или руку? Есть ли такие видео интересные? Раньше, в общем, модное было слово «жесть», ага, «жесть» и все, меня его пора просмотреть. Вконтакте на «жесть», лучше бы вообще не смотреть, что там показывали. А это у меня не «жесть», это у меня хорошая игра. О, вот она как, она должна расширяться по сторонам. Она тут какая-то волшебная. Он ее, походу, приклеил просто всю скотчу. И вот она вот так вот. Просто в плиты, видите, вот, если неаккуратно открывать, вот так вот, то можно повредить бокс. Это вот частенько я вижу на Sony PlayStation, на NTS-овых играх. Видно, что прямо на боксе такая полоска. Это кто-то вот так вот за чем-то фрезовым открывал пленку, когда там была специальная такая, как я вот здесь и помню, ниточка. Я просто тянул за ниточку и открывал вот эту запечатанную Resident Evil, первую часть, к примеру. Все игры были запечатаны. На Super Nintendo тоже помню чечеряка Джима, по-моему, он был в пленке, я его тоже так за ниточку потянул, открыл. И я хотел его так им оставить, но Фрол говорит, давай поиграем. Можно было и не открывать, сейчас была бы большая редкость запечатанный червячок для Джима. Все это Сатурн, потрясающая приставка, и даже на нее выходило больше интересных игр. Включая эксклюзивы, включая эксклюзивы, в счет того, что на ней было много эксклюзивов, мне она нравится даже больше, чем там, блин, PlayStation, так примерно. Тем более сейчас, когда я уже взрослый человек, как-то Сатурн мне по графике нравится больше, он более кубистический, там все из квадратиков сделано. Фух, наконец-то я открыл, вы видели, я сделал супер-пупер крутой монтаж, вырезал все места. И сейчас, когда я делаю супер-пупер монтаж, никто там и не пишет, о какой крутой монтаж. То есть я уже сам вижу, девушка, к примеру, одна ведет блог о том, как она заикается, о том, как она не заикается, и люди ей пишут, что ты пиаришь на заикание. А она говорит, как я могу пиарить на заикание, просто я делаю монтаж. Я действительно вижу этот монтаж. Я вижу, что она вырезает, как бы, свои заикания. Король говорит, почему-то говорили по запинке, мне не нравится слово запинке, что мне пинает кто-то. А мы-то пиняли в детстве постоянно, да, и брат, и отец. Ну, как бы, заикание это психологическое и психосоматика. У меня это все на фоне психосоматики. Когда хорошее настроение, я могу вообще не заикаться. Когда оно хреновое, я заикаюсь. Когда оно среднее, я тоже заикаюсь. То есть, чтобы я не заикался, оно должно быть, я должен быть счастлив. То есть, оно у меня должно быть очень хорошее. Тогда заикание проходит. А когда какой-нибудь неинтересный человек мне испортит настроение, все. Я потом сразу заикаюсь. Странно. Не мог ли я так поцарапать? Да не, блядь. Это уже так было. Вот эта игра. Называется она Торику. На приставку Sega Saturn. Вот она. Классно. Наконец-то она мне пришла. Вот в американском регионе она называется Lunacy. Очень дорогая. А в Японии она, понятно, тоже Торика. Но она только на японском языке. И вот в Пане она выходила. Гекка Мугентан. Гекка Мугентан. Торика. Игра. Вот. Вот эта потрясающая игра. Только не могу понять. Царапины снизу. Это то, что я сейчас царапал. И то, что уже так было. Да, конечно, так было. Я не мог этой штукой царапать так. Я бы иначе почувствовал бы. Все. Уберем эту штуку подальше. Все. Вот так вот. Ну, спасибо за внимание. Надо будет выиграть с Торикой. Вот. Наконец-то я купил эту игру. Торика. На двух компакт-дисках. В американском издании она также с картой. Коллекционеры бьются за эту карту. Это Павловское издание. Как мы видим, очень хорошая сохранность. Бокс не пластмассовый и не целлофан сверху. А именно бумажный картон сверху. Вот. И в таком виде. Потому что края обычно все обшарпанные. Ну, спасибо за внимание. Хотя скажут, почему я ее не открыл. Ну, не знаю, почему я ее не открыл. Постараюсь открыть. Потому что эти боксы очень странные. Как-то стремно их открывать. Сейчас я открыл. Ну, непонятно, как ее открыть. Это потом, когда буду показывать игры на старту. Открою. До свидания. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...